Привет, сестры Воспрянь! Как замечательно, что мы снова с вами здесь собрались для этой сентябрьской онлайн-бутик конференции Воспрянь. Я очень рада возможности обращаться к людям из стольких стран по всему миру. Можете ли вы представить себе, какое влияние было бы оказано на мир, если бы каждая женщина в каждой из представленных здесь наций смогла занять свое место в Божьем призвании на ее жизни для его царства? Только представьте себе это влияние по всему миру. Поэтому я рада представить вам эту сессию, которую я назвала «Жизни лидерства, опирающиеся на присутствие Бога». Нужно сказать, что украшение Пандора довольно популярно, особенно здесь, в Австралии. Я собрала немного бусин Пандора за несколько лет, и это действительно блестящая маркетинговая стратегия взять старую концепцию амулетного браслета и модернизировать ее. Что ж, мне нравится собирать бусины из разных стран, в которых я побывала. Итак, у меня есть орхидея из Сингапура, а также есть тюльпан, маленький тюльпан из Голландии, а вот маленький слон из Таиланда и ветряная мельница, которая, конечно, из Голландии, а еще есть маленький круизный лайнер, привезенный из круиза по Средиземному морю. О, вы все будете этому завидовать! Пройдет какое-то время, прежде чем мы увидим Средиземное море. У меня даже есть маленький каменный свиток из Турции. И у нас есть прекрасные воспоминания того времени, когда у нас была возможность проводить воспрянь в Турции. Пандора на самом деле извлекает выгоду. Я сейчас просто сниму свой браслет. Одна вещь, которую вы узнаете, когда вам предоставят возможность публично выступать? Упс! Так вот, вы не захотите, чтобы браслет звенел у вас на руке, пока вы говорите. Поэтому я пока его сниму. Итак, Пандора извлекает выгоду из увековечивания знаменательных моментов в жизни женщины и тех чувств, которые они несут. Мне интересно, собирали ли вы за свою жизнь что-нибудь, что знаменует определенные вехи в вашей жизни? Но я хочу, чтобы мы с вами повернули время вспять, на несколько тысяч лет до рождения Иисуса и примерно на полторы тысячи лет после его рождения. Мы находим кое-что еще, что отмечало важные моменты в жизни человека. Может быть, оно не такое красивое или гламурное, как браслет Пандоры, но, может быть, более значительное. Речь идет о предмете, который варьировался от посоха обыкновенного пастуха до золотого скипетра короля, украшенного драгоценными камнями, и до некоторых самых ранних версий посоха, которые все еще находятся на внутренних стенах египетских пирамид. У пастухов было обычным делом отмечать свой посох небольшими резными узорами, в которых изображались некоторые жизненные вехи. Возможно, в вашем доме есть дверной проем, где вы отмечаете рост вашего ребенка. Дату его, возраст в это время, наблюдая за тем, как растет ваша семья. Что ж, Давид, будучи мальчиком-пастухом, тоже отмечал свой посох какими-то насечками, чтобы показать победу, которую он одержал над медведем или львом. Пастухи и путешественники делали свои посохи из крепкой древесины, потому что они хотели, чтобы те послужили всю жизнь, и потом можно было передать следующему поколению. Их посохи вели хронику их побед, их переживаний в долине, их достижений, важных событий и роста семьи. Он был символом их истории, и они носили его в своей руке, куда бы они не пошли. Пастух наносил резьбу, начиная с нижней части посоха, чтобы увековечить ключевые моменты своей жизни, и затем продвигался вверх по посоху. Таким образом, пастушьи и посохи становились как бы центральной темой их бесед. Ночью они коротали время, сидя у костра со своими посохами, и делились историями о своих победах и своих долинах. Видите ли, одна история оставалась неизменной в кочевой жизни пастуха? В 1 Царств 17.40 мы читаем о Давиде, когда он собирался идти на Голиафа. Там сказано, что он подобрал пять гладких камней из ручья и положил их в свою пастушью сумку. А затем, вооруженный только пастушьим посохом и пращей, он пошел через долину для боя с филистимлянином. И вот мы все слышали послания о праще, о пятигладких камушках, которые Давид принес на сражение в тот день. Но мы не часто слышим упоминания о посохе, которые он также нес в своей руке. Давид не ожидал, что ударит Голиафа по голове своим посохом. Но я скажу вам, чего он ожидал. Он ожидал, что вырежет еще одну победную насечку на своем посохе после того, как поразит Голиафа. Здесь есть кое-что интересное для наших британских девушек. Верьте или нет, но принц Уэльский является покровителем ассоциации изготовителей посохов. Получается, что даже по сей день изготовление пастушьих посохов является актуальным делом. Видите ли, посох был многоцелевым инструментом, который носили пастухи, путешественники и кочевники. Прежде всего, это была трость для ходьбы. Она служила для устойчивости людей, когда они двигались по пересеченной местности. В Евреям 11.21 мы читаем об Иакове. Когда он уже был при смерти, он благословил каждого из своих детей и внуков. Там сказано, что он поклонился Богу, опираясь на свой посох. Он опирался на символ своей жизни. Он благодарил Бога за все, что он пережил. Пастуший посох также использовался как оружие. Он защищал стадо от хищников, медведей и львов. Мы уже упоминали историю Давида в его ранние пастушьи годы. Посох также служил указателем, направляющим овец обратно в строй. Он олицетворял с собой заботу и переживание пастуха за своих овец, когда он защищал и утешал их. Псалом 22, стих 4, очень нам знаком. Там сказано, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Он был символом ранга и власти человека. В истории молодой вдовы Фомари, оставившей у себя посох Иуды после того, как она переодевшись, переспала с ним, чтобы завладеть семенем, которое по праву принадлежало бы ей, если бы она смогла выйти замуж за его сыновей. В этой истории посох Иуды после этого стал доказательством того, что он переспал с ней. Иуде пришлось позаботиться о том, чтобы забрать обратно свой посох, так как тот посох олицетворял его жизнь, его личность и его призвание. Мы читаем в Писании о посохе Бога. Посох Моисея, удерживаемый Богом, работал через руки Моисея. Бог совершал великие чудеса для Моисея и Аарона, когда они выводили Израиль из египетского рабства. Этот посох превратил воду Нила в кровь, а затем кровь обратно в воду. Этот посох был простерт над Красным морем, и оно разделилось, чтобы израильтяне смогли пройти и избежать плена. Этот посох давал воду в пустыне, и не один раз, а два, когда им ударяли по скале. Мы прочитаем о посохе Аарона из книги Чисел 17 главы, стихи с 1 по 5, а потом с 7 по 8. Давайте прочитаем вместе. И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, и возьми у них по жезлу от колена, от всех начальников их по коленам, двенадцать жезлов, и каждого имя напиши на жезле его. Имя Аарона напиши на жезле Левином, ибо один жезл от начальника колена их должны они дать. И положи их в скинии собрания, перед ковчегом откровения, где являюсь я вам. И кого я изберу, того жезл расцветет, и так я успокою роб от сынов Израилевых, которым они ропщут на вас. И положил Моисей жезлы перед лицом Господа в скинии Завета. На другой день вошел Моисей в скинию Завета. И вот жезл Ааронов от дома Левиина расцвел, пустил почки, дал цвет и принес миндаль. Позже мы читаем, что Бог велит Моисею взять тот посох, который распустился, расцвел и заплодоносил, и положил его в ковчег Завета. А теперь, шестнадцатая глава, всего одна глава перед этим, рассказывает о восстании Корея против лидерства Моисея и Аарона. В итоге и Корея, и его последователей поглотила землетрясение. А затем последовала чума, продолжавшаяся до тех пор, пока Моисей и Аарон не упали на свои лица перед Богом и не умолили его остановить чуму. Именно в ответ на сопротивление их лидерству Бог задумал этот тест, чтобы показать, кто является настоящим избранным лидером. Только посох Аарона сделан из миндального дерева. Мертвая палка, как и одиннадцать других палок. Прорастает, расцветает и плодоносит, опираясь на ковчег Завета в святом святых. Я собираюсь выделить четыре принципа лидерства, которые мы можем перенять из истории про посох Аарона. Первый принцип касается сопротивления и того, как мы с этим справляемся. Всегда будет сопротивление благочестивому лидерству, которое приводит людей к Иисусу, а затем к его целям для их жизни. Освобождение людей из любого плена в их жизни всегда будет оказываться сопротивление. Точно так же, как наш главный пастырь Иисус испытывал сопротивление, когда Он избавил нас от вечного суда и когда привел нас от смерти к жизни. Благочестивые лидеры и пастыри будут переживать сопротивление, когда они будут жить для освобождения других людей. Первое сопротивление, с которым придется столкнуться, это внутреннее сопротивление. Первое сопротивление – это преодоление барьеров, которые мы сами себе устанавливаем. Это неуверенность, сомнения, страхи, которые враг использует, чтобы остановить нас или помешать нам принять Божий призыв в наших жизнях. Или же, чтобы отбить у нас желание продолжать двигаться во всей полноте Божьего призвания в роли лидеров. Это, мои друзья, самая первая отметка, которую нам нужно вырезать внизу на посохе нашей жизни. Насколько уверенно вы пришли на онлайн-конференцию «Воспрянь» в этот раз? Я уверена, что если вы смотрите это послание, то план Бога заключается в том, чтобы помочь вам преодолеть сомнения, которые, возможно, возникли у вас самих. Божий план состоит в том, чтобы каждая женщина здесь преодолела эти сомнения и неуверенность. Второй принцип, о котором мы хотим поговорить – это праведность. Есть одно место, куда мы можем направить свою жизнь и лидерство, которое сможет превратить то, что мы считаем мертвым, в такую жизнь и лидерство, которые будут расти, цвести и плодоносить. Есть одна очень известная цитата, которую вы, возможно, узнаете. Люди могут потратить всю свою жизнь, взбираясь по лестнице успеха, и обнаружить, достигнув вершины, что они прислонили свою лестницу не к той стене. Так считал Томас Мертон. На что мы опираем свою жизнь и свое лидерство? Что заставляет нас чувствовать себя правильно по отношению к себе и к Богу? Что придает нам уверенности в нашем лидерстве? Откуда берутся наша сила, возможности и наша энергия? Один лишь посох Аарона из двенадцати посохов, которые были прислонены к Ковчегу Завета, пророс, расцвел и принес плод. Представьте себе, что почувствовал Аарон, увидев, что его посох, единственный из двенадцати, был с почками, цветами и плодами. После всего недовольства, всех жалоб, не говоря уже о собственных личных сомнениях и страхах, я думаю, что Аарон, наверное, не хотел бы выпускать из рук посоха. Но Бог, вероятно, не без оснований, сказал положить посох в Ковчег Завета, чтобы Аарон не мог на него постоянно смотреть. Здесь есть истина. Теперь Ковчег открыт для всех, кто находится под завершенной миссией Иисуса Мессии. Истина заключается в том, что теперь все верующие имеют доступ к присутствию самого Бога через излияние Духа Святого. Мы, как живые храмы, носим присутствие Бога внутри нас и среди нас, когда мы действительно собираемся вместе, как мы делали это на онлайн-конференции «Воспрянь». Нам не нужно ждать лидерского теста или наставника, похожего на Моисея, который прислонит наши жизни и наше лидерство к присутствию к Богу. Аарон был назначен первосвященником для Божьего народа из числа других лидеров 11 колен Израиля. Бог задумал этот тест, чтобы доказать это всему Израилю. Бог заставил мертвую палку прорасти, зацвести и произвести плод. Он все еще делает это для нас сегодня, для каждого, кто призван в соответствии с его целями. Наша плодотворность напрямую связана с ним. Нет предела той силе, которую Бог вложит в наши жизни и в наше лидерство, если Он призвал нас. Нет никакого предела той плодотворности, которую Он заставит течь через наши жизни, чтобы наполнить нас своим животворящим духом. В 4-й царств 13-20-21 есть удивительная история о довольно поспешных похоронах. Пещера, в которую собирались положить тело одного умершего, оказалась той самой пещерой, в которой задолго до этого похоронили Елисея. В это время несколько мародеров нападают на похоронную процессию. И вместо того, чтобы аккуратно положить тело в пещеру, погребающие просто кинули его в нее и убежали. И вот что произошло. Это мертвое тело падает на кости Елисея. В костях Елисея, в его мертвых костях, все еще было столько жизни и столько силы, что этот человек воскрес и снова ожил. Какая удивительная история. Наша праведность основывается на наших взаимоотношениях с Богом, а не на наших действиях. Наша уверенность и безопасность в его призвании на нашей жизни основывается на том, что Иисус уже сделал на его завершенной работе. Наша сила, наша энергия могут быть ограниченными, но он постоянно обновляет и восстанавливает нас своей силой духа. Наша плодотворность в жизни и в лидерстве определяется тем, насколько мы подключены к Иисусу, его праведности, завоеванной для нас. Я помню особенно трудный лидерский вызов, который я пережила с одной очень сильной женщиной, агрессивно подвергающей сомнению все аспекты моего лидерства. Я, наверное, потратила слишком много времени, пытаясь ответить на каждый вопрос и объяснить каждую ситуацию. И в итоге я просто сказала, мы, может быть, не во всем согласимся, но одно я знаю, я призвана быть пастором этой церкви. Вопрос, на который вы должны найти ответ, таков, вы хотите, чтобы я была вашим пастором. Что-то сломалось в этой женщине, и этот раз она начала плакать. Понимаете, моя правота в Боге и пасторский призыв на моей жизни здесь не обсуждались. Как только мы обретаем позицию уверенности в этом вопросе, это закрывает черный ход для сомнений, страхов и обвинений, которые враг пытается бросить в нас. Мне нравится новый стиль зарядки телефона, где у вас просто есть зарядная панель, и вы бросаете на нее свой телефон. Она автоматически заряжает телефон, и вам ничего не нужно подключать. Это фантастика. Но вы не можете одновременно заряжать телефон и пользоваться им. Вам, по факту, нужно дать ему полежать на зарядном устройстве какое-то время. Для того, чтобы наша жизнь и наше лидерство опирались на Божье присутствие, потребуется некоторое время для вынужденного тайм-аута, для отдыха в Божьем присутствии. В Псалме 22, во 2 и 3 стихе говорится, «Он покоит меня на злачных пажетях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою». В июне у моего мужа Джона был день рождения. К сожалению, я была в отъезде в Кенбери с женской делегацией Михея в парламенте Австралии. Я собиралась отсутствовать в его день рождения. И я подумала, «О, бедный Джон! Это действительно ужасно, что я не с ним». Мне было грустно и было очень жаль его. Но он сказал мне, что он поехал утром на пляж очень рано. Он прошел где-то полтора километра, а затем позавтракал в кафе, просто наблюдая оттуда за океаном. А затем долго сидел, попивая кофе. Он объяснил мне, что у него было такое ощущение покоя и что он действительно почувствовал, что его душа восстанавливалась благодаря тому времени наедине с самим собой. Я подумала, «Ну что ж, может быть, я и не такая уж важная?» Хорошая новость заключается в том, что наши прекрасные дети устроили для него в тот день прекрасный ужин. И когда я вернулась на следующий день, мы продолжали праздновать. Меня восстанавливает время, проведенное с моими взрослыми детьми. Меня перезаряжают поклонения и молитва на языках. Меня освежает крепкий сон. Помашите мне, если вам нужно побольше этого крепкого сна. Нам бы всем не помешало побольше поспать. Знаете, меня очень зажигает время общения с другими удивительными божьими женщинами по всему миру. Вот поэтому мне и нравится быть частью семьи Воспрянь. Мы являемся хорошими новостями друг для друга. Я просто хочу, чтобы вы подумали о своих личных ответах на эти вопросы. Какие зеленые пастбища насыщают вас? Какие у вас тихие воды? Что восстанавливает вашу душу? Кому-то из вас будет сложно найти ответ на эти вопросы, потому что вы слишком заняты. Я сейчас просто буду молиться, чтобы Господь дал вам видение и напомнил вам те вещи, которые Он поместил в вашу жизнь для того, чтобы освежать вас, для того, чтобы восстанавливать вас. Отец Небесный, Господь, я молюсь о каждой женщине, которая видит, смотрит. Я молюсь, чтобы ты дал им видение тех вещей, которые нужны конкретно им. Те вещи, которые являются их зелеными пастбищами. Господь, какие у них тихие воды? Что восстанавливает их душу? Святой Дух, просто говори каждой из них. Напомни им о тех вещах, которые ты дал им. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Четвертая сфера – это взаимоотношения. Это тот принцип, которому мы можем научиться на примере посоха Аарона. Внутри святого святых был ковчег Завета. Он был запечатан крышкой искупления, которая закрывала этот покрытый золотом ящик. В ковчеге находились каменные скрижали с десятью заповедями и сосуд с манной. Ну и, конечно, потом в него положили посох Аарона. На обоих концах крышки ковчега Завета находились два херувима. Их крылья простирались сверху над ковчегом и соприкасались друг к другу. В исходе 25-22 Бог говорит «Там я буду открываться тебе и говорить с тобой над крышкою посреди двух херувимов, которые над ковчегом откровения. Обо всем, что я не буду заповедовать через себя сынам Израилевым». Бог говорил эти слова Моисею, лидеру Израиля. В этом самом святом месте находился ковчег Завета, ковчег Божьего присутствия. Здесь Бог встречался с Моисеем. Это было место, куда Бог привел Моисея, чтобы Моисей смог потом везти туда других людей. Исход 33-11 «И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим». Дело в том, что Бог желает близких взаимоотношений с Моисеем. Это был источник его плодотворности, близкие и постоянные взаимоотношения с Богом. Способность Моисея вести народ Божий зависела от его близких отношений с Богом. Она не зависела от его лидерских навыков, не зависела от его титула, от его репутации, от его способности заводить связи и знакомства. Посох Аарона пророс, расцвел и принес плод только тогда, когда его поместили в ковчег Божьего присутствия. По мере того, как мы будем направлять свои жизни во все более близкие отношения с Богом, мы будем все больше давать ростки, расцветать и приносить плоды в наших жизнях и в нашем лидерстве. Неважно, насколько мы, мертвыми и сухими, чувствуем себя прямо сейчас. Что касается Божьего призвания в наших жизнях, в нашей лидерской роли, есть новая жизнь, есть новая надежда, которая приходит, когда мы опираем наши жизни и лидерство на присутствие Бога. В прошлом году Отто Ларинголог сказал мне, что узлы на моей щитовидной железе стали настолько большими, что для их удаления придется разрезать мою грудную клетку. Я не была в восторге от этой перспективы. Вы знаете, что когда ты чего-то боишься, то очень тяжело спать по ночам. Я помню одну конкретную ночь. Я знала, что за меня молились люди. К счастью, многие люди молились за меня. Но мне самой нужно было быть близко к Иисусу. Близко, лично. Мне нужно было самой для себя услышать Его голос. Поэтому я использовала свое воображение. Когда я лежала на постели и не могла заснуть, я просто представляла, что Иисус смотрит на меня. И я могу поговорить с Ним. И я говорила с Ним о том, что происходило. И сразу же я почувствовала мир и радость. И мое лицо расплылось в большой улыбке. Я четко услышала в моем духе эти слова от Него. Он сказал, Депп, я не позволю им так поступить с тобой. Опухоли будут удалены с помощью нормальной операции. И я обеспечу тебя необходимыми финансами. Если сократить долгую историю, то частный доктор-христианин смог провести очень долгую, но успешную операцию по удалению опухолей, не разрезая мою грудную клетку. Моя оставшаяся часть щитовидной железы функционирует настолько хорошо, что мне больше не нужны лекарства. Я была исцелена. Каждый доллар из всей той суммы, которая была мне нужна, пришел без единого упоминания о том, что я нуждаюсь в деньгах. Все это было великим чудом. И я прославляю Бога. Но вы знаете, каким было самое величайшее благословение во всей этой истории? Это была новая, более глубокая близость с Иисусом, которая продолжается и сегодня. Когда я ложусь спать, то я просто представляю моего Господа со мной и я беседую с Ним лицом к лицу. Давайте никогда не будем удовлетворяться тем уровнем близости, которым мы можем наслаждаться сейчас уже, потому что всегда есть нечто большее по мере того, как мы все ближе и ближе склоняемся к той полноте, которую Иисус приготовил для нас. Каждая значительная веха или событие в нашей жизни запечатлевается в наших сердцах и наших умах. Это те события из прошлого, которые вселяют в нас уверенность, чтобы мы могли продвигаться вперед к полноте Божьего плана для нашей жизни. Я просто хочу помолиться за нас прямо сейчас. Давайте помолимся. Отец, мы просто исповедуем сопротивление, которое иногда бывает внутри нас, Господь. И мы просим, чтобы Ты убрал это. Мы хотим поблагодарить Тебя, Господь Иисус, за Твою праведность, которую Ты дал нам. Мы просим, чтобы Ты показал нам все остальное, что Ты желаешь для нас. Мы хотим посвятить себя росту в близости, во взаимоотношениях с Тобой на постоянной основе. Аминь и аминь. Через несколько минут вы соберетесь в свои группы. И я хочу, чтобы вы представили себе, как те пастухи, которые сидели у костра со своими посохами, со множеством насечек, представляющих историю их жизни. Я хочу, чтобы вы представили, как вы делитесь как победами, так и долинами, через которые вы прошли в своей жизни лидера. И затем у меня есть четыре вопроса, которые я хочу, чтобы вы обсудили в своей группе. Первый. Переживаете ли вы какое-то внутреннее сопротивление? Второе. Каково ваше состояние сейчас в отношении правоты перед Богом и перед самим собой? Третье. Что для вас является вот этим местом отдыха и восстановления в вашем лидерстве? И четвертое. Каким уровнем близости с Иисусом вы сейчас наслаждаетесь? И что вам нужно, чтобы углубить это? Я бы хотела, чтобы вы сейчас насладились общением в своей группе, а пастор Джой и я были бы рады присоединиться к вам. Пожалуйста, обязательно помолитесь друг за друга. Да благословит вас Бог! очи. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...